Власти должны своевременно реагировать на возможные подвижки на рынке труда и быть готовыми к изменениям из-за турбулентности в экономике, заявил сегодня в Кремле Владимир Путин на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. При этом президент отметил, что экономическая ситуация в целом находится под контролем. Путин также сделал акцент на том, что знает о наличии нескольких вопросов, которые волнуют профсоюзы. Михаил Шмакович, ситуация у нас с одной стороны непростая, но что в то же время никаких, слава богу, катастроф не происходит. Трудности есть, текущие. Мы все их преодолеваем с лучшим или с удовлетворительным результатом. Но тем не менее у профсоюзов, я знаю, всегда есть вопросы и к работодателям, и к государству. Давайте их обсуждать. Мы предлагаем, чтобы в готовящейся сейчас программе были учтены ряд факторов. Ну, конечно, мы не забываем никогда про минимальный размер оплаты труда. К сожалению, за последнее время, за последние пару лет он только уменьшился по отношению к прожиточному минимуму. Во-вторых, у нас очень низкий уровень максимального размера пособия по безработице, который в два раза ниже, чем прожиточный минимум. Чтобы пережить это трудное время, надо увеличить верхний предел пособия по безработице. Мы своевременно должны реагировать на изменения на рынке труда абсолютно точно и правильно. У нас действительно достаточно низкий, приемлемый абсолютно уровень безработицы. Но с учетом этих турбулентных ситуаций в экономике, мы понимаем, что возможные подвижки. Мы должны своевременно быть готовы к любым изменениям на рынке труда. И сегодня же в Кремле состоялась рабочая встреча президента с губернатором Волгоградской области. Андрей Бочаров доложил Владимиру Путину обстановку в регионе в целом, каких результатов и с какими проблемами пришлось столкнуться в прошлом году, а также озвучил поставленные перед своей командой задачи на 2016-й. По словам Бочарова, важным для области является развитие животноводства, сельского хозяйства, а также промышленного производства.